Это как в том мультике из Простоквашино, до чего техника дошла. Наша техника не только через Укрпочту работает, но и первое в Украине заседание суда в интернете прошло в нашем городе. Причем, это, по-моему, не только первое в Украине, а Денис Кешкенти говорил, что это вообще первый мировой опыт. И наш гость, в общем-то, является, если я правильно понимаю, родоначальником этой инициативы. В общем, глядитесь, Владимир Николаевич, как вы довели третейское судебное дело до такого уровня, что я специально перед тем, как к вам прийти, и я тут под третейское судопроизводство прочитал массу документов. И понял только единственное, что вот когда я прочитал о том, как вы провели вот этот вот суд по интернету, что надо было бы, чтобы еще и уголовные, и гражданские дела тоже вот такие специалисты. Идеалист. Прежде чем вы начнете нам отвечать, мы послушаем зрителя, который дозвонился в студию. Говорите, добрый вечер. Добрый вечер. Вам не кажется, что у нас в Одессе есть более важные дела, которые надо решить, более важные проблемы, чем вывозка мусора, такая дорогостоящая? Наш мусор, получается, что он достоин ездить в более дорогих машинах и в более дорогих контейнерах. Такой у нас золотой. Тоже, кстати, хорошее мнение, на мой взгляд. Хорошее. Это, вообще-то, честно, за то, чтобы решались дела в Одессе, кроме мусора. Гораздо более важные для одесситов и для города. Ну, давайте все-таки вернемся к третейскому суду. Да. Третейский суд, то есть, не решает уголовные дела и, ну, вообще, вот сама... Ну, сама идея третейского суда, на самом деле, это наиболее древний вид разбирательства. То есть, третейский суд, это суд, который получает свои полномочия на основании соглашения и доверия сторон. Заранее оговоренных или вот уже по ходу возникновения спора? Может быть, либо это может быть оговорено до возникновения спора, либо, может быть, в ходе самого спора. То есть, стороны могут либо заранее договориться о том, что в случае возникновения какого-то спора они пойдут в третейский суд. Либо, когда уже есть спор, они выбирают лицо или несколько лиц, которым они доверяют этот спор разрешить. То есть, в отличие от государственных судов, наши полномочия базируются исключительно на доверии и на том, что нам предоставили сами стороны. А то есть, они могут предоставить не всю информацию, если им это выгодно, и тогда вторая сторона просто оказывается не совсем осведомленной? Ну, каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. На самом деле, конечно, судья, в общем-то, что третейский, что не третейский, он поставлен в ситуацию, когда он может получать информацию только от сторон. То есть, каждое дело рассматривается в рамках заявленного иска и на основании тех доказательств, которые представили страны. Виктор Николаевич, я бы тут хотел у вас получить уточнение из ваших уст. Я так понимаю, что судьи третейские должны быть одновременно, скажем, одобрены обеими сторонами. То есть, они должны, каждая из сторон, встречающаяся на площадке третейского суда, должна одинаково испытывать доверие к третейскому суде. Так или не так? Да, совершенно верно. Общий механизм выглядит следующим образом, что либо стороны достигают согласия и подписывают соглашение о том, что дело будет рассматривать такой-то судья или такие-то трое судей, либо может быть вариант, что если стороны не приходят к согласию, то спор может разрешить председатель суда, либо же, если речь идет о тройке судей, то иногда применяется такой механизм. Каждая из сторон выбирает одного судью из того списка, который существует в данном третейском суде, и они двое назначают третьего. А как определяется, вообще говоря, как входят в этот список судьи третейского суда, ну, судьи? Вот как они? Они по опыту работы, по, скажем так, по своей юридической истории, по репутации среди деловых кругов и так далее. Вот каким образом? Ну, третейский суд создан при определенной организации. То есть наш третейский суд, постоянно действующий третейский суд при ассоциации Украинский третейский союз. Соответственно, ассоциация утверждает список судей. Естественно, что судьями в список попадают люди, обладающие определенной квалификацией. Это, как правило, юридическое, но на самом деле это может быть и... То есть у нас есть специалисты, допустим, в области финансов, и обладающие теми знаниями, которые могут потребоваться при осмотрении дела. Но самое главное требование к судье, то есть на самом деле судья, не столько важна его, скажем, эрудиция, сколько умение мыслить и порядочность. Вот, то есть по сути судья, вот так, как мы говорили, он должен выслушать одну сторону, выслушать другую сторону и сказать, кто из них более убедителен. Вот здесь мы пока есть многоточие поставим. У нас есть звонок. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Хоть про дему мусора уже закончили разговаривать, я хотел задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот недавно был в Англии, и там все полицейские, такие как грабинары стоят, очень красивые и стройные. У нас, когда летом проезжаешь по городу, особенно когда приезжает кто-либо из президентов, из всех работников, которые выгоняют на улицу, стоят такие толстопузики. Как вы считаете, красят такие представители порядка лицо города, или лучше все-таки стройных набирать в ГАИ? Спасибо. Ну, наверное, в ГАИ все-таки лучше набирать профессиональным качеством. Другое дело, что как-то вот наша система так работает, что всем сотрудникам правоохранительных органов вовсе не обязательно как-то поддерживать свою физическую форму. Я абсолютно согласна, что подтянутый полицейский или там милиционер и выглядит лучше, и как-то доверия к нему больше, что он сможет бегать. Особенно барышня, гаишница, это еще даже лучше. Вот на Пушкинской ходили патрули, барышень, гаишниц, очень было, как-то они такие были. Ну ладно, давайте лучше в третейском суде. Я просто как специалист могу сказать, что могу вас заверить, что далеко не самая большая проблема нашей милиции. Это точно. А сколько у нас сейчас зарегистрировано вот в вашем этом союзе третейских судей, ну то есть судей, которые могут рассматривать третейский суд. Я боюсь ошибиться, несколько десятков. По всей Украине? Ну этот список один. То есть в нашем третейском суде есть единый утвержденный список. Он есть опубликован на сайте, то есть там как бы можно посмотреть информацию о всех третейских суде, которые в нашем третейском суде могут разбирать дела. У нас есть еще один звонок, потом я задам свой следующий вопрос. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я вот хотел о чем спросить. Дело в том, что вы говорите там отчеты по зарплатам, что 2009 год, большие зарплаты. Я работаю в скорой помощи. У нас зарплату уже полгода не платят. Запчасти, ремонт, все за счет водителей. А в городе дела идут отлично. И никто даже не вспомнил о водителе. С ноября месяца. Последняя зарплата за ноябрь месяц была у водителей скорой помощи. Мы, кстати говоря, делали об этом эфир. При этом отчеты говорят о том, что со всеми расплатились. Да, при этом отчеты говорят. Но опять-таки, действительно надо готовить, скажем так, письменное обращение. Напишите в нашу телекомпанию. Мы постараемся передать это все в горы с полком. В виде запроса информационного. Для того, чтобы нам дали подробную информацию. Виктор Николаевич, вот я читаю, в мае 2009 года украинский парламент принял закон о третейских судах. И там написано, что суд не ставит за основу цель получения прибыли от своей деятельности. Я понимаю так, что вы рассматриваете очень серьезные дела, повязанные в основном с хозяйственными спорами. Где на кон выставлены достаточно серьезные деньги и так далее. В общем-то, ну на что-то же этот третейский суд должен существовать? Ну, я сразу скажу, что действительно закон говорит о том, что деятельность третейского суда не является предпринимательской. Но это не значит, что он является бесплатным. То есть, есть такое понятие, тем же законом предусмотрен третейский сбор. И, соответственно, лица, которые обращаются в третейский суд, они уплачивают третейский сбор. Вот, соответственно, из этого третейского сбора выплачиваются гонорары третейским судям и секретарям судебных заседаний. Ну и, соответственно, существует сама ассоциация. Решение третейского суда, оно может быть оспорено так же, как, допустим, решение обычного суда? То есть, апелляция, касация? Решение третейского суда, стороны наделены достаточно большими возможностями в выборе судей, в выборе суда. Но очень узкими возможностями в плане обжалования. То есть, решение третейского суда никто не может пересмотреть. Есть очень ограниченный перечень оснований, по которым третейское решение можно отменять. Но это исключительно формальное основание. То есть, например, третейское соглашение было недействительным. Или дело, которое рассмотрел третейский суд, по закону вообще не имел права рассматривать. То есть, исключительно формальное процессуальное основание. Значит, вопрос по сути решения не пересматривается. А что конкретно входит, ну скажем так, я может быть неграмотно это определю, юрисдикцию третейского судопроизводства? Вот какие дела, дела по каким направлениям вы в основном рассматриваете? Ну естественно, что это в основном хозяйственные и гражданские дела. То есть определен законом перечень вопросов, которые третейские суды не могут рассматривать. То есть в частности, соответственно, мы не рассматриваем уголовные дела, мы не рассматриваем дела с участием органов власти, мы не рассматриваем дела о действительности или недействительности нормативных актов. Есть еще некоторый очень узкий перечень гражданских и хозяйственных дел, которые они рассматривают с третейскими судами. В частности, это о праве собственности на недвижимость. Ну, например, вопросы аренды, вопросы строительства, инвестирования и весь круг вопросов, связанных с недвижимостью, но непосредственно не касающихся, допустим, устранения права собственности, третейский суд рассматривает. А также корпоративные споры исключены из подведомства третейских судов. То есть все дела о кредитно-финансовое учреждение, права потребителей, поставки, продажи, ну, в общем, весь круг хозяйственных отношений входит в компетенцию третейских судов. А вот вы сказали о корпоративных спорах. У меня вопрос какой. Вот, скажем, сейчас в Одессе такой скандал вокруг кондитерского объединения, где какая-то часть руководства этого объединения продала, скупила сначала акция, а потом продала другому, так сказать, владельцу из другого города, по-моему, из Киева даже. И это все сделали втихаря, не поставив известность, скажем так, коллектив и остальных акционеров. Это является корпоративным спором или это является подсудным третейскому суду? Там может быть комплекс вопросов. Часть из них, может быть, входит в компетенцию третейского суда, часть нет. То есть, например, в практике мы имели дело, где акционер заявил иск к регистратору акции, и это по закону мы можем рассматривать. А вот если акционеры спорят между собой, кто из них является собственником акции, тогда это не входит. То есть, надо просто смотреть по конкретному делу. То есть, какая-то часть вопросов может входить в компетенцию, какая-то нет. А вот у меня вопрос относительно, как бы, ну, скажем так, карманности третейских судов, потому как, ну, есть варианты, допустим, заключения договора между, ну, скажем, мобильным оператором, да, или какими-то банковскими структурами и клиентом. И мелким шрифтом, который клиент не всегда даже видит, прочитывает, вникает в суть. Там пишется, что споры будут там разрешены в третейском суде какой-то там Хацапетовки, Жмеринки, Мариуполя, не знаю кого. И человек оказывается перед фактом, когда он обращается с какими-то претензиями, да, что, в общем-то, суд этой Хацапетовки условный, он карманный. Он, понятное дело, что представляет интересы фирмы, которая его наняла. И в таком случае, что его делать? Виктор Николаевич сказал только что, ну, не только что, в самом начале, что есть список всех судей. И, как я понимаю, он, эти суды, они не привязаны географически к какому-то определенному городу. Или как? Ну, они могут быть привязаны к определенному контракту. То есть, действительно, то, о чем вы сказали, есть проблема, и даже определенная часть третейских судов себя дискредитировала, потому что это суды, которые представляют, допустим, какую-то сторону в договоре. То есть, там, ну, там есть третейский суд, созданный ассоциацией украинских банков, например. То есть, ну, понятно, как бы, определенная ее направленность. То есть, есть некоторые банки при себе создавали суды. То есть, мы изначально, даже если, как бы, посмотреть саму модель нашего суда, то есть, мы изначально не созданы там при какой-то организации, которая оказывает какие-то услуги. То есть, мы представляем свою компанию юристов, занимающихся правом. И в чем было новшество, что мы ввели. То есть, как правило, в классическом варианте, в контракте две стороны заключают соглашение о том, что они идут в суд. Мы предлагаем немножко другую систему. У нас есть одно третейское соглашение, к которому по принципу ромашки присоединяются все наши клиенты. И таким образом споры возможны любого с любым. То есть, мы создаем, на самом деле, новую площадку, в которой действуют новые для Украины правила. Хотя, на самом деле, мы, в общем-то, возвращаемся к старым добрым принципам цивилизованного общества. То есть, о том, что... Ну, тогда к вам, получается, идут только те компании, которые являются там, ну, я не знаю, добропорядочными компаниями, да? То есть, соблюдающими законодательство и не боящиеся подмочить свою репутацию в результате вот такого вот открытого спора интернетовского, да? Да, именно это заложено в систему нашего третейского суда, поскольку, кроме всего прочего, у нас есть сервер, на котором мы будем открывать доступ к судебным решениям всем тем, кто присоединился к этому третейскому соглашению. То есть, на самом деле, вот та система, которую мы создаем, третейский суд здесь просто, скажем, хотя и ключевой, но один из модулей, вот, на базе которого, то есть, по сути, это социальная сеть, объединенная соглашением об обмене между участниками электронным документооборотом и соглашением о рассмотрении возможных споров в третейском суде. Она дает возможность проверить репутацию любого другого участника в сети на совершенно объективных критериях, то есть, кто к нему подавал иски, то есть, можно посмотреть, какие иски, какие были приняты решения. То есть, компании, которые заведомо ведут свою деятельность с какими-то там левыми схемами, они в третейский суд ваш не пойдут никогда? Ну, скажем так, ко мне даже обращались уже предложения, вот у вас там есть третейский суд, давай, то есть, я сразу говорю, что мы совершенно другую схему запускаем, то есть, там какие-то такие вещи. У нас, кстати, тоже, что мы делаем, участники третейского соглашения будут участниками дисконтной системы. То есть, на самом деле, участие в этой сети, это для компании, это маркетинговый ход, то есть, демонстрирующий клиентам, контрагентам и так далее, возможность предъявлять иски. То есть, ну, инициаторами нашего суда были юристы, которые очень хорошо знакомы с ситуацией в наших судах. Вот, то есть, конечно, хорошо, что министр юстиции предложил людям пойти в суд и судиться с коммунальными службами, вот, он бы еще рассказал, сколько это времени займет пройти по инстанции от первая, вторая, верховный суд, сколько там касаться будет лежать. То есть, это очень, как мне кажется, для бизнеса одна из существенных проблем в стране, это отсутствие института нормального разрешения споров. И достаточно быстрого. Быстрого. Ну, допустим, то дело, о котором вы, очевидно, видели видеоролик, да, то есть дело было рассмотрено за две недели. То есть, по сути говоря, за две недели стороны получили окончательное решение. Все, уже никаких касаций, ничего больше не будет. Ну, и, как бы, достаточно было серьезное дело, то есть, юридическая точка зрения, она очень сложная. То есть, там действительно были завязаны очень много хозяйственных вопросов. Вот, но мы говорим о том, что мы делаем быстро, мы делаем исключительно по закону, потому что, ну, скажем так, все равно, хоть это и не прибыльная организация, мы понимаем, что в любом случае это бизнес-модель, да. То есть, наша бизнес-модель построена на том, чтобы занять как раз отсутствующую нишу на рынке. То есть, создавать еще один суд, который будет брать, извините, взятки с одной или другой стороны, на этом, этим уже никого не удивишь, да, и тут мы не сможем создать никакую конкуренцию уже существующую. Поэтому мы решили создавать что-то новое. Вот, то есть, зарабатывать на тех вещах, которые сейчас в Украине отсутствуют. У нас есть звонок. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Роман, я из Ильичевска. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по такому поводу. Вы упоминали вот эти приписки, точнее, не приписки, а в договорах, то, что мелким шрифтом все указано, ну, в курсе, что из-за этого очень большое количество людей попадает у нас в долговые такие. Ямы там, к банкам, к всяким нечистоплотным компаниям. И вот, ну, не считаете ли вы, что это вообще нужно как-то очень жестко все запретить? Вот я слышал бы прецедент такой, что компании мобильной связи запретили в рекламе указать, ну, говорить о том, что, вот, как знаете, там, они говорят, ноль, типа, все бесплатно, типа, звоните бесплатно, там. Ну, а потом выясняется, что там надо, например, пополнять счет обязательно, либо там выясняется, что, например, там, хотя бы звонки бесплатно, ну, такие вот ситуации. Ну, я вот не вижу, чтобы все заразать рекламе, там, если вот этот ноль светится, а вот с этими вот частями договоров, мелким шрифтом, вообще, с подобными вещами, как-то надо бороться. Как вы считаете, каким образом это нужно делать? Ну, есть простой и эффективный механизм бороться с мелким шрифтом. Называется лупа. Продается в любом магазине констоваров, недорого стоит. Ну, и вообще читать договоры. Виктор, вот, в любом же случае, человеку, в принципе, все правильно. Вы, как юрист, дали понять, что нужно все внимательно читать, когда подписываешь. Но ведь и компании тоже дурят. Они вбивают иногда те вещи, которые, ну, без юриста простой человек не понимает просто. То есть, видимо, эти договора тоже должны каким-то образом, ну, скажем так, быть простыми, понятными, где обязательства сторон четко оговорены. Это вообще возможно или нет? Ну, знаете, есть такая, из разряда в каждой шутке есть доля правды, старая юридическая хохма, что каждая подпись – это шаг к тюрьме. Вот, поэтому, ну, что можно сказать? Ну, не понимаешь, что подписываешь, не подписывай. То есть, ищи другую компанию, но то существуют на рынке конкуренции. Если дают подписать, а ты не понимаешь, что, ну, не подписывай. Кстати, вот о документах, собственно говоря, и о шаге к тюрьме. Каким образом третейский суд, расположенный в интернете, для простоты, будем говорить так, вообще понимает подлинность документов, которые стороны предоставляют для… Да, кстати, я действительно в электронном виде… Ну, вот мы с чего начинали, то есть, собственно говоря, мы начинали с двух идей. Первая, которая была базовая, это существование в Украине уже сформированной правовой базы для электронного документа оборота. То есть, в Украине есть закон о электронной цифровой подписи, есть закон об электронном документобороте, есть в Украине уже работающие сертификационные центры, которые выдают ключи. И, ну, вот как бы так, первая ласточка, которая пошла, это сдача отчетности в налоговую. С этим все уже столкнулись, как бы, то есть, налоговая принимает по электронной почте отчетность. Пока на этом все завершается. Вот, хотя, если посмотреть для предприятий, у которых большой документоборот, сколько времени и денег можно сэкономить на том, что обмен документами идет не на бумаге, а электронной почтой. Но существовала серьезная проблема, то есть, возникал вопрос, а что потом с этим делать? То есть, допустим, мы с вами заключили договор, мы с вами работаем, у нас там накладные акты, сверки, взаимозачеты, заказы, все это идет по электронной почте. И, в конце концов, что-то у нас не сложилось. И куда потом идти с этой флешкой? То есть, хозяйственные суды с этим разбираться не могут. Ну, то есть, просто потому, что у них хотя бы должна быть программа, у них должны быть специалисты. То есть, я сейчас даже не говорю там по поводу сроков, по поводу объективности, беспристрастности, неподкупности, все такое. Просто технический вопрос. Рассмотреть дело на основании электронного документа оборота. Существующие суды с этим работать не могут. Третьейские находятся в лучшем гораздо положении, в том плане, что мы очень много регулируем своим собственным регламентом. То есть, мы не являемся государственными учреждениями. То есть, вы знаете, да, что есть два принципа, общедозволительный и общезапретительный. Вот государству запрещено все, что ему не предписано законом. А гражданам, а третейские судьи, это граждане, это не представители власти, разрешено все, что им законом не запрещено. Поэтому мы решили восполнить вот этот вот недостающий элемент. То есть, мы решили создать институцию, которая может рассматривать электронные документы и на выходе, как делает наша Укрпочта, выдавать обычный бумажный документ с печатью. Третьейского суда о том, что мы рассмотрели, что там происходило. То есть, в результате решения вы все равно посылаете почтой с мокрой печатью. Да, но дело в том, что с этим решением потом же нужно идти куда-либо и его кому-то показывать. То есть, конечно, мы его делаем и в электронном виде, но на выходе оно будет бумажным. Но мы упростили процесс. То есть, обращение в суд происходит по электронной почте. Точно так же, как в налоговую, с цифровой подписью. Документы, которые в суд обычно представляет компания, заверяя своей подписью, она представляет в суд. И у нас еще есть очень хорошая норма, уже как адвокат рассказываю, по закону. Закон дает право адвокатам заверять документы по делам, которые они ведут. То есть, это означает, что адвокат, который включен в нашу систему электронного документа оборота, может вполне отсканировать документ, заверить его своей цифровой подписью, а там цифровая подпись, она из двух элементов, подпись и печать, заверить его и направить в суд. То есть, пока кто-то не доказал обратное, это надлежащим... Он как нотариус в данном случае выступает. Да, есть аналогия немножко. Таким образом, у нас есть все основания для того, чтобы это уже работало. Я так понимаю, что вообще по тому, как вы рассказали, если оно действительно будет работать, да, то это... Но оно уже работает. Нет, оно уже работает. Широко, широко. То это некая, ну не альтернатива, это блок реформирования судебной системы. И, как бы, я не знаю, имеет ли смысл резюмировать нашу программу с заявлением о том, что это суды будущего. Ну, я бы сказал так, что вот абсолютно классно Виктор Николаевич объяснил, на чем построена, так сказать, система третейского суда. В данном случае вот этого украинского третейского суда. На доверии и порядочности. На доверии, на том, что или ты хочешь быть уважаемым остальным миром, и ты не боишься показывать свои документы, или ты, значит, втихаря где-то там чего-то накрутил. Вот чем больше у нас людей будут не стесняться открывать свои документы в такого рода судах, тем, я так думаю, не надо будет звонить, тем меньшему количеству людей надо будет звонить по поводу того, что там мелким шрифтом написано. Потому что если компания честно и чисто работает, то ей не надо писать мелким шрифтом какую-то залипуху, после которой человек вообще не понимает. Куда он попал? Вопрос экономии бумаги и электронные документы тоже снимают. Потому что если многие пишут мелко, то просто чтобы меньше бумаги тратить. Там можно увеличить, кстати говоря. То есть тем самым мы сохраняем древесину в стране. Ну, собственно говоря, на этой жизнеутверждающей ноте мы сегодня закончим наше предварительное знакомство с третейскими судами. Надеюсь, что мы со временем эту тему продолжим. А на сегодня все. Всего доброго. Спасибо Виктору Николаевичу за то, что он нашел время. У нас был Виктор Николаевич Агеев, директор украинского третейского суда. И он теперь как будет появляться в Одессе, так мы сразу его будем к себе приглашать, чтобы он нам подробно рассказывал, какие у нас порядочные компании, какие боятся рассказывать о себе. На этом все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова